Шансы угадать, под каким стаканчиком шарик у обычного прохожего равны нулю. Все знают, что выиграть невозможно, а добавляющие азарта якобы игроки – соучастники главных фокусников. И все же пострадавших от мошенников меньше не становится. Тут постоянно играют шарик-марик, но они сразу убегают, когда тут появляется полиция. Они тут часто играют, их целая толпа, сообщать в полицию мы боимся. Наказать аферистов штрафом можно только при наличии заявителя и видеофиксации правонарушения. Иначе доказать вину в суде практически невозможно. Обманутым жителям зачастую стыдно обращаться в полицию. Жители города не хотят тратить время на визиты к следователям и судебные заседания. А без заявителя предъявить мошенникам нечего. Поэтому руководство местной полиции Шимкента и решило обратиться ко всем горожанам с просьбой незамедлительно сообщать о незаконных играх на улице. На одно из таких обращений на пульт 102 полицейские отреагировали оперативно. Мошенников, обиравших жителей города на рынке «Автонур», задержали с поличным. В ходе оперативных мероприятий на рынке «Автонур» был задержан житель города, вовлекавший граждан в азартные игры. На него заведено административное дело по статье 444-й – участие в вовлечении или допуск к азартным играм. Наказание по этой статье – штраф 200 МРП. Это более 400 тысяч тенге. Дело направлено в суд. С начала года за приставание в общественных местах местная полиция завела 8 административных дел и одно дело за вовлечение в азартные игры. Правда, искоренить лохотронщиков можно только совместными усилиями. До тех пор, пока граждане сами будут отдавать деньги мошенникам, наперсточников меньше не станет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова